Продолжаем с вами чтение книги «Нужна ли святость человеку?» Профессор Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова Мы с вами читаем жизнеописание игумена Никона Воробьева Но юноша еще не знал, что теперь делать и каков должен быть путь его новой жизни Чтобы не утратить найденные истины Батюшка рассказывал, как в школе учил их закону Божию священник Заставлял забреть тексты, не вникая в их смысл Пересказывать священописание и заучивать одним голым рассудком догматы, заповеди Факты искорить истории церкви без какого-либо приложения к духовной жизни, к мысли о спасении Преподавание велось настолько мертво, схоластично, что уроки закона Божия, вспоминал он, превращались во время острот и кощунств Христианство изучали как один из обычных светских предметов, но не как путь ко Христу Этим совершенно убивали дух и учащихся Во всем преподавании не чувствовалось жизни Не случайно преподобный в арсенопе Оптинский говорил Революция вышла из семинария Батюшка в связи с этим часто говорил, что именно по причине такого духовного образования самые злые безбожники выходили из стен духовных школ А наш народ, участвуя лишь в церковных мероприятиях, оставался без знания православия, потому легко поддался атеистической пропагандии То, что говорил отец Никен о своих дальнейших шагах жизни после обращения Вот, вот что А в дальнейшем уже Господь ведет человека сложным путем Очень сложным путем Я был поражен, когда после такого откровения Божия пошел в церковь И раньше ведь приходилось И дома заставляли ходить А в средней школе нас водили в церковь Ну что там? Стоял как стол Не интересовался, занимался своими мыслями и все Но когда после обращения сердце немного открылось То в храме я первым делом Вспомнил предание о послах князю Владимира Которые, когда вошли в греческую церковь, уже не знали, где находятся На небе или на земле И вот первое ощущение в церкви после пережитого состояния Что человек не на земле Церковь не земля Это кусочек неба Какая радость была слышать Господи помилую Это просто неимоверно действовало на сердце Все богослужение Постоянное воспоминание имени Божьего в разных формах Песнопениях, чтениях Это вызывало какое-то восхищение, радость, насыщало В наше время очень трудно Нет руководителя, нет книг, нет условий жизненных И на этом пути обращаю ваше внимание Подчеркиваю, на этом сложном пути, как это видно у всех святых отцов Самое важное, самое трудное – привести человека к смирению Ибо гордость привела и Деницу, и Адама к падению И вот это путь Господень для человека, который всей душой решился жить ради Господа, чтобы спастись А без смирения человек не спасается Хотя мы не достигаем настоящего смирения Но, так сказать, в начальном уровне можем достигнуть И когда человек вот так придет, припадет ко Господу «Господи, сам я ничего не знаю» «На самом деле, что мы знаем?» «Делай со мной, что хочешь, только спаси» Тогда Господь начинает вести человека сам «Действительно, ничего еще не знал В то время юноша о духовном пути А спросить был, увы» Говорил он, не у кого Оставалось лишь одно Припасть со слезами к Богу И просить его указать путь Господь повел его Повел так Что я после этого года два в Волочке жил Занимался с книгами Молился дома, вспоминал батюшка Это был период горения Горения сердца Он не видел и не слышал того Что делалось вокруг него В то время он снимал одну половину частного дома В Сосновицах, Тверская губерния Ему было всего 21-22 года За тонкой перегородкой пляски, пение, смех, игры Молодежи там веселились Поглашали его Но потерял он вкус к миру Его наивным, близоруким, с уминутным радостем Ешь, пей, веселись Этот девиз не устраивал Не его сознание И тем более его сердце Эти два года жизни были у Николая Временем непрерывного подвига Настоящего аскетизма Впервые он познакомился здесь С творениями святых отцов Впервые по существу с Евангелием Вот что рассказывал батюшка об этом периоде И только у святых отцов И в Евангелии он нашел действительно ценное Когда человек начнет бороться с собой Будет стремиться идти путем евангельским То ему святые отцы сделаются необходимыми И своими родными Святой Отец Уже родной учитель Который говорит душе твоей И она воспринимает это с радостью Утешается Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философии И всякие сектантские гадости Так наоборот Как к родной матери приходил к отцам Они меня утешали, выразумляли, питали Потом, в 1917 году Господь дал мысль поступить в Московскую Духовную Академию Это много для меня значило По словам батюшки Благодаря лекциям Прежде всего отца Павла Флоренского Он получил здесь теоретическое обоснование Бытия Бога Духовного мира Понимание смысла Жизни Но в 1919 году Академия была закрыта Затем Господь устроил так Что я еще несколько лет Мог пробыть в Сосновицах один В уединении Рассказывал старец Здесь в средней школе Николай Николаевич Преподавал математику Имея небольшое количество часов Однако вы уволили школы После того, как он отказался вести занятия на Пасху В 1925 году Он переезжает в Москву И устраивается с соломчиком Борисоглебским храмом Здесь он близко сходится С настоятелем храма отцом Николаем Семеняка Будущим епископом Минским Феофаном За 10 дней до святой смерти До своей, простите, смерти На праздник Успения Божьей Матери Батюшка рассказал кое-что собравшимся У его постели Близким Об этом Отрезке своего пути В качестве психологической иллюстрации Духовной жизни Из уст уже умирающего человека Может быть послужит для пользы И там, в сосновицах Жил подвижнически Ел кусок хлеба Тарелку пустых щей Картошки тогда не было почти И при этой, так сказать, настоящей Подвижнической жизни Теперь можно все сказать Я весь день находился в молитве В молитве находился и в посте И вот тут-то я понял духовную жизнь Внутреннее состояние Господь открыл действие в сердце молитвы Я думаю, что Господь и далее устроит меня Куда-нибудь в деревню Какой-нибудь домишко Развалюшку Где я мог бы продолжать такую Такую же жизнь Хлеба мне было вот с пол Ладони Достаточно Пять картофелин Я уже привык и все Господь не устроил этого Кажется, почему бы А для меня понятно Потому что В самой глубине души Растало мнение о себе Вот как я подвижнически живу Я уже понимаю сердечную молитву А какое это понятие? Это одна миллиардная доля того Что переживали святые отцы Я говорю вам Чтобы вы немножко поняли И вместо такого уединения Господь устроил так Что я в самую грязь валился Чтобы я вывалился в ней Понял, что я сам ничто И припал бы к Господу И сказал Господи Господи, что я? Только ты наш спаситель Я познал, что Господь Так устраивает потому Что нужно человеку смириться Кажется, ясно Но вот совсем-то для человека И не ясно это оказывается После этого принял монарство Был в лагере Вернулся и все равно привез Высокое мнение Если Бог да, завтра будем продолжать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому